А ты ни разу в деревне была? Нет, я как-то не планировала. Скажи, чтоб от народа не отрывались. Выдра противная. Мне что, тут сейчас петь или танцевать перед тобой, что жалко ей молока? Глину не мять, горшков не видать. Всё, что было в деревне, в деревне и останется. Беспринципные в деревне. В кино со 2 марта. Я с помощью своего дождинатора отменить игру из-за дождя. Им пришлось вернуть обычное расписание. Я? Это я, это я, период конос. Больше с Диснеем дел не имел. Привет, вот за что я любить профессию успешного учёного. Так это за то, что мне встречаться по жизни такие роскошные красотки. Слушай, Балджетт тут кое-что рассказал мне. Оказывается, ты в меня влюблена когда-то была. Это работа. Закончилась, закончилась. Страшно тебе? Меня ничто не остановить. Сначала была тишина. Потом появился Чемоданов Продакшн. Всем привет, друзья. На связи Дима Череватенко. И как вы знаете, в мультсериале «Финис и Ферб» я звучу за обоих братьев. Финиса и Ферба. Но многим этот замечательный мультфильм запомнился по очень колоритному персонажу. Фуфил Шмерцу. Гениальному учёному с немецким акцентом. Начиная со второго сезона, его голосом говорит Максим Глебов. Кстати говоря, во всём интернете нет ни единого интервью и даже фотографии с актёром, поэтому сегодняшний репортаж, сегодняшний выпуск будет в своём роде эксклюзивом. Максим с удовольствием решил поучаствовать в нашем ролике и окунуться в тот самый 2013 год. Кстати говоря, Максим также являлся одним из режиссёров мультсериала «Финис и Ферб». В общем, не будем терять много времени, с вас авансом лайк, комментарии и спасибо за детство. Ну и будем встречать нашего гостя. Ферб, я знаю, чем мы сегодня займёмся. Эй, а где Перри? Максим, здравствуйте. Добрый день. Для нас с вами мультсериал «Финис и Ферб» — это целый этап жизни, целая эпоха. Скажите, пожалуйста, частенько ли вспоминаете те беззаботные деньки, когда приходили новые серии и говорили «Максим», пришли очередные пять серий, погнали писать. Ну, вспоминать я вспоминаю, но мультфильм я не пересматриваю, но иногда можно натолкнуться и с большим удовольствием посмотреть несколько минут. Вы озвучивали «Фуфел Шмерца», начиная со второго сезона. Я примерно с того же времени «Финиса и Ферба». Расскажите небольшую предысторию, вот почему он сначала писался одним кастом, потом другим. Потому как, насколько я знаю, что сначала за него взялась одна студия дубляжа, которая занималась этим сериалом. Я писался с первого сезона в этом сериале, но я не был «Фуфел Шмерцем», хотя изначально я на него пробовался. Но взяли другого актера, у него была немножко другая манера. А я озвучивал массу других персонажей, и доходило до того, что до почти сорока персонажей за пять серий. До шести персонажей в кадре, и вот как-то так. То есть там все бабушки, дедушки, «Не слишком ли ты мал, чтобы делать это?» Всем известная фраза. «Мне кажется ли он действительно несколько мал, чтобы управлять гоночной машиной мощностью в 700 лошадиных сил?» «Мал! Мал, да удар!» А потом со второго сезона, потому что, опять же, насколько я знаю, пришла студия Disney, и они свой сериал решили, ну, озвучивать, отдать другой студии. И поэтому какая-то часть актеров ушла, а какая-то часть осталась. И так как я пробовался, мне предложили вот озвучивать. Я сейчас тоже не помню, может быть, и артист отказался, который озвучивал, потому что у него было большое количество съемок, и он просто физически не мог этого делать. «Бухел, шмерт, пакать, инкорпорейдер!» «Ха-ха! Эй, я наставить тут кучу лазеров, муколовок, падающих клеток и передвижных платформ по текатому люку! А ты поскальзываться на кресле и день кропотливой работы коту под хвост!» «Ха! Задов на вагоне вечеринки, они будут здорово смотреться!» «Ха-ха-ха-ха!» «А, хотя кроме меня она ни никого не будет!» «Да-а-а! Когда я последний раз веселиться в праздники, а ты попасться, давай, попробуй выбраться отсюда!» «А-ха-ха! Там жир!» «Итак, устраиваться там удобнее, я представить тебе свой дождинатор!» «Я использовать его, чтобы вылить миллионы литров воды в эти тучи!» «Вызвав тем сам дождь, посему моему трештатью!» «Ха-ха-ха! Поверить не могу, что никто этого не заметит!» «Да и, наверное, думать, зачем я вызвать этот дождь!» «Видеть ли, осматривая местную барахолку, я наткнулся на огромный телик 85-го года!» «Но когда я включить его, и он застретит на испанском канале?» «Эль Матадор де Амор! Там переплетаться целых три параллельных сюжета и линии!» «Гениально!» «Короче, в последнем эпизоде должна быть развязка, когда Эсмеральда узнает, почему Хуан любит ее!» «Ну, то есть, по-моему, должно произойти именно это!» «Дождинатор шоу отменить из-за матча по футболу! Я ненавидеть футбол!» «Время отсчитывается вперед, вместо того, чтобы идти назад!» «И я с помощью своего дождинатора отменить игру из-за дождя!» «Им пришлось вернуть обычное расписание!» «Через 10 минут начинаться шоу!» «Ты в ловушке, дождинатор, работать, ничто не помешать!» «Эй, постараться не шуметь, хорошо?» «Тебе повести, что у меня есть четкий экран!» «Ну, как это возможно?» «Да я же все предусмотреть!» «Я собрать дождинатор и понимать...» «Альдито с Элспери форни Туринго!» «Ну вот, теперь я разориться на счетах за воду!» «Мы с вами записывали не один сериал, по-моему, «Два короля», еще какой-то «Могучие медики», по-моему, был. «Было-было, да». Ну, куча масса диснеевских всяких. «Расскажите, если это можно, какие у вас отношения были с Диснеем раньше, какие сейчас, что вообще сейчас известно по той студии? «Невафильм» — это «На Цветном бульваре». «Да». «Работаете ли вы там сейчас?» «Нет, на данный момент я там не работаю. Ну, как бы изначально были отношения с Диснеем очень положительные, хорошие. Я даже помню, приходили человек шесть, то ли это были менеджеры, и которые просто сидели и смотрели, как я озвучивал фуфелшмерца, там, на протяжении трех часов, и просто получали удовольствие. То есть, видимо, это был какой-то уровень. Я не знаю. Вот. Потом мы уже, по-моему, сериал закончился. Я, как режиссер, работал над другим проектом. Ну, и в результате возник, наверное, какой-то конфликт. И, в общем, меня перестали приглашать. Единственное, что я потом еще озвучивал... Это чудо. У нас все пишется. А как так? Это только у нас, что ли, тут отключается? Хорошо. Продолжаем, да. Это все Дисней, именно так. Это, да, да. Наверное, мышиный бог там, вот, услышал нас. Вот. Ну, и в результате потом меня пригласили еще в один сериал, где был фуфелшмерц. Это «Закон Мерфи» или как-то он там по-другому назывался. И вот я там тоже позвучивал у фуфелшмерца и больше с Диснеем дел не имел. Тебе удобно, период конос? Я сам создать эту ловушку, так что бесполезно брыкаться. Итак, вот в чем весь сыр-бор. Видите ли, только две вещи делают мое невыносимое детство вполне сносным. Мой гигантский ручной старакан «Изморось» и чесночное мороженое. Я так сильно любите эти две вещи, что решите объединить их, чтобы существенно увеличить радость, получая ему от них. Итак, знакомься. Мой объедината! С помощью объединатора я, наконец, суметь создать тройной... Чесночно-тараканий рожок! Да! В общем, я вспомнить о том, на небольшом острове, который купить во время поездки в Вегас. Я понять, что было бы неплохо объединить мой крошечный остров с трештатским капитолием. Вот так, да-да. И тогда, согласно местному праву собственности, я буду суверенным правителем всего Трештатья! Ну, если только я подготовить все бумаги и сдать их до конца рабочего дня, чтобы получить право на отчуждение собственности. Эй, Фер, чем займемся сегодня? Ой, как же круто бывает просто поваляться! По крайней мере, не выходя из дома! Войдите! Привет, Финис! Что вы делаете? О, что случилось? Эх, мы хотели получить значок исследователей пустыни, а тут этот дождь... Ферб, я знаю, чем мы займемся! Наверное, главный вопрос. Вы слышали недавнюю новость, что Disney Plus анонсировала официально разработку двух новых сезонов мультсериала Финис и Ферб? Нет. Disney анонсировал официально два сезона. Вернетесь ли вы к озвучке Фуфел Шмерца, если вам поступит какое-то предложение от альтернативных студий? Понятно, что сейчас Disney Plus ушел, и его не будет официально озвучен, этот проект. Если вам предложат кто-нибудь, вернетесь ли вы? Не знаю, но если предложат, если меня найдут, то может быть. Хотя я видел какие-то альтернативные мультики, которые были нарисованы в похожей стилистике, просто немного более так корявые, очень забавные, там уже тоже повзрослевшие Финис и Ферб, такие неформалы какие-то. Ты слышал, это Ферб? Мы можем первым делом увольняться с работы в понедельник! Мы снова с тобой, один в один в патовой ситуации, думаем, как переломить ситуацию в свою пользу, что же нам поможет? Эксы? О, ага, трепещи! Готов познать гнев Норбешмерца! Теперь тебе от меня не уйти! А, у него оружие! Пластмасса! Распродажи! Она сейчас взорвется! А-а-а! Не хотите прохладительных напитков? А, это всё моё! А что вы делаете? Привет, Изабелла! Мы строим гигантского рубопса! Э-э, Финис, я подумала, может ты захочешь сходить на премьеру нового фильма? А? Да, конечно, звучит круто! Я бы тоже сходил. Прости, у меня только один лишний билет, и всё продано. Я бы подумала, может мы с Финисом пойдём? Да, я пойду, когда мы закончим. Что с проводкой, Ферб? Прикольно! Эй, а где Перри? По поводу режиссуры песен. Расскажите про вашу коллегу Анну Петухову. Насколько я знаю, она отвечала именно за вокал. Расскажите, пожалуйста, как это всё происходило. Пели ли вы в мультике? Как режиссируются вообще песни? Я на самом деле не пел. Ну, может быть, были какие-то речитативные вещи, потому что я так, артист не особенно поющий, я могу спеть, но для этого понадобится очень большой промежуток времени, чтобы я впел песню. Для этого лучше приглашать профессиональных вокалистов, которые могут и смоделировать голос, очень похоже. И вот Аня приглашала специальных людей. Насколько я знаю, что за Фуфила пел Евгений Вальц. И, по-моему, Женя же пел начальную заставку. Возможно, да. Скорее всего. Я не могу сейчас точно сказать, потому что это было давно, и я не помню. Я знаю, что единственное, что заставку переписывали. Изначальная заставка, потому что там было записано «Приключения Финиса и Фёрба». Давайте к нам бить пис и пёк, весь день сегодня жгут. О-о-о. Но потом, когда пришёл, по-моему, уже когда пришёл Дисней, они переделали на Ферба. И, соответственно, немножко переписывали песню. Соленоида для хвоста есть. Радиоуправляемые челюсти для жевания тапочек есть. А что вы всё ещё делаете? Мы закончили пса и проверяем напоследок, не забыли ли мы что-нибудь. Значит, мы наконец можем пойти в кино? Эй, Ферб, давай запустим этого щеночка. Почему бы и нет? Что вы сделали? А может вас привязать обоих к грузовикам и поехать в противоположные стороны? Или мы можем использовать молекулярный разделитель. Штука, которую вы отделили меня от меня? Да, и это сработало. Правда, при совершенно других обстоятельствах. Быстро за дело. Не понимаю, о чём она говорит, Ферб. Но я знаю, чем мы сегодня займёмся. Давай снова соберём наш разделитель. Как вы нашли персонажа, голос, манеру, вот это звучание? Как вы создали его? О, это странный... Точнее, не странный. Когда я начал озвучивать Фуфел Шмерца, мы пытались, ну, для того, чтобы сохранять, да, предыдущий артист, и пытались сохранять ту манеру, в которой он озвучивал. Там был немножко такой немецкий акцент, и он как-то... В общем, вот так он работал. И постепенно мы ушли от него для того, чтобы, скажем так, стали появляться в мультфильме огромные куски текста. И Фуфел очень говорливый персонаж. Он быстро говорит и эмоционально. Поэтому начала появляться более другая манера. А не сложно вот так долго на связках работать? Не устаете? Устаём. Было ли когда-нибудь такое, что вы ходили из студии уже в повседневной жизни начинали говорить с немецким акцентом где-нибудь, как-нибудь? Нет. Но вдруг. Вперед, Конос! Я здесь! Скорее, скорее, шоу начинаться! Дамы и господа! У одного человека сегодня назначено свидание. Я? А-а-а! Ха-ха! Это я! Это я, Перед Конос! Итак, мы начинаем наше путешествие с вашего дня рождения в... Я довольно плохо помню тот день. Я же тогда только родиться. О-о-о! Я чувствую этот процесс пойти! Да что ж, знать тогда быть тяжёлые времена. Тяжкое ношо выпасть на его долю. Что однажды у нас конфисковать садового гнома. Но кто же будет охранять наш дом от ведьм и лесных троллей? И тогда отец решит, что это быть я. Пока другие дети играть во дворе, есть мракоягороты, я часами стоять в саду. Стоять тёмными холодными ночами. По двое немецких овчарок в компании полной луны. И соседа Генриха. И как нам закончить мой... А-а-а! О-о-о! Будь ты проклят, Перед Конос! Под этим я подразумевать спасибо! Унизив меня только что, ты подарить мне последнее неприятное воспоминание, которого как раз не хватает, чтобы закончить эксперимент. Помнить, как пару секунд назад и толкнуть меня. Я помнить! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А я, Людонос, я стать невероятно... Злобным! Страшно тебе! Меня ничто не остановить, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О-оу! Та-да! Вновь представляем вам молекулярный разделитель! Поверить не могу, что мы так быстро его построили! Конечно, второй раз нарушать непреложные законы физики всегда намного легче! Теперь-то мы можем пойти в кино? Конечно! Кинотеатр как раз рядом с уличной ярмаркой! Доставим эту штуку к Индис и отделим её от Джереми! Чего же мы ждём? Мы ждём, когда Ровер поставит молекулярный разделитель на место! назовите три прилагательных как бы вы описали вашего персонажа начнем с того что характер у него менялся за несколько сезонов за несколько лет но вообще сумасшедший в хорошем смысле этого слова он добрый очень импульсивный какие были чувства когда вы понимали что сериал заканчивается фуфил постарел финис и ферб выросли и что сериал движется к своему логическому наверное завершение не знаю наверное особо никаких но в конце концов это же не том и джерри или ну погоди которые шли вечные будут сколько угодно тут все-таки прописано было или там симпсоны которые да вечно вечно им лет эта работа закончилась закончилась как вам сам мультфильм если там что-то какие-то положительные мысли может быть он чему-то учит он симпатичный он симпатичный он учит даже несмотря на как бы да там финис и ферб есть до которые там занимаются одними делами есть кэндис которая постоянно пытается их прижучить это есть смысл ее жизни потом она тоже постепенно отходит от этого у нее появляются новые заботы она взрослеет и так далее есть доктор фуфил шмерт есть период конос у которых там тоже свои заморочки не знаю я заскочила попрощаться с тобой уезжаешь да надо приехать пораньше да ты этим летом редко заходила слушай балжет тут кое-что рассказал мне оказывается ты в меня влюблена когда-то было да еще как было помню да я даже не думал серьезно я не имел ни малейшего понятия мне жаль я бросила надеяться только в этом году да только я подумал что в тебя влюбляюсь что ж жаль что времени не осталось да ты уезжаешь в колледж а ты решил куда пойдешь а знаешь что думаю решил и что-то нет прости это не то письмо что ж тогда через две недели увидимся да до встречи две недели ну что три штатский до хороший колледж вы сейчас много работаете у микрофона нет где вас можно увидеть я знаю что вы играете в театре можем сделать небольшую рекламку куда наши зрители могут пойти на какой спектакль в какой театр ну вот допустим сегодня сейчас мы с вами закончим и вечером мне будет спектакль в театре имени владимира майковского спектакль женитьба уже очень давно идущий там я исполняю роль иван павлович яичницы колледжского асессора вот поэтому приходите в театр маяковского ссылочки оставлю в описании ребята если вам интересно если вы хотите посмотреть на максима вживую пофотографировать может быть ссылки в описании период коноса сегодня вроде не четверг ну ладно сейчас только возьму свой шар и ботинки эй а твои вещи где о нет это не опасно но я в этом почти уверен ой минутку чтобы поднять тревогу ухты как забавно я-я-я-я-знать выглядит довольно пугающе но бояться здесь нечего это не пакости ради а даже и натором не назвать и натор вот эта цель когда она зарядиться я надеть ее на шею и она запустить рецепторы в мою мозгу и у меня начаться кризис среднего возраста как там мои волосы период конос краска держаться если бы я раньше знать что она будет так весело отдыхать вместе эй смотреть какая навороченная яхта давай пустимся в кругосветное путешествие побываем на экзотических островах сразимся с пиратами станем отвязными бродягами я тут знать что подумать здорово было бы нам с тобой снова провернуть что-нибудь пакостное а да ты прав пожалуй я лучше флиртовать с парашютисткой привет вот за что я любить профессию успешного ученого так это за то что мне встречаться по жизни такие роскошные красотки хочешь скажу за что я люблю свою профессию кризис среднего возраста вовсе не так хорош как я его представлять с этих самых пор я больше не буду жаловаться на свою предсказуемую жизнь и своих скучных друзей о кстати ты прийти на турнир по боулингу в четверг привет финис ванесса куда вы собрались я пригласил меня в украинскую карчму тебя куда-нибудь подбросить было бы неплохо ты нет что ты делаешь вот что а я не знала что она его любит серьезно нет я просто шучу все это знает мои хорошие пупсики поцеловались ура ну я так понимаю любители мультфильма уже давно выросли я знаю у меня мой племянник собственно говоря тоже вырос на этом мультфильме мы сейчас чуть-чуть за 20 и он в детстве смотрел его и даже как-то мне сказал что говорит а мой его друг вообще фанат и мультфильма и фуфил шмерца в частности что было странно слушать как человек является фанатом мультипликационного героя слушайте качественный дубляж смотрите хорошее кино и удачи вам и и и и и и